Слышно, видно. Прекрасно. Это было основное, что нужно было узнать, чтобы начать. Итак, поговорим мы сегодня с вами об развитии логики у дошкольников при обучении английскому языку. И посмотрим все это на примерах курсов и пособий издательства «Титул». Для того, чтобы, собственно, нам с вами вообще говорить о логике, мы с вами, конечно же, посмотрим, что такое логика. Посмотрим мы на забавные примеры детской логики, что нам тоже будет не лишним. Для того, чтобы мы могли с вами это перенести на наш предмет, на английский язык, на наши занятия с дошкольниками. Итак, прежде чем начать, у меня к вам есть два вопроса. Первый вопрос – это считаете ли вы важным развитие логики при обучении английскому языку? Как вы думаете, важно ли логику развивать? Или, в принципе, на это не стоит вообще делать никакого отдельного акцента? Пишут «Да». Пока вижу два положительных ответа. Вот хороший ответ. Конечно, язык – это логика. Конечно же, важно, безусловно. Отлично. Зачем я задавала этот вопрос? Затем, чтобы узнать, что мы сегодня с вами думаем в одну сторону, чтобы не оказалось так, что у нас, может быть, есть те, у кого другое есть мнение, кто считает, что не надо отвлекаться ни на что на занятиях, нужно просто учить английский и вообще ни на что не делать упор. Но очень хорошо, что мы с вами все думаем об одном, что логику важно развивать при обучении английскому языку. Второй вопрос. Да, действительно, это неделимо. Развитие логики должно идти вместе с обучением английскому? Или такого рода задания должны быть отдельными на занятиях, естественно, английскому языку? Вот мне нравится комментарий с Кнонанисемом Ткаченко. Важно учитывать логику восприятия ребенка, иначе наша логика помешает верно подать материал. Конечно, вместе, вот есть те, кто пишет, не знаю, есть те, кто пишет и так, и так. Вот уже ближе, я уже вижу, вы уже прямо за меня сейчас, где надо здесь рассказать. Совместно мышление, пишет Елена Сергеевна. Интересный вопрос. Вместе с обучением. Вот, замечательно. Значит, не просто так я этот вопрос задала, мы с вами постараемся посмотреть на то, как можно вместе с обучением ребенка английскому языку развивать у него логику. То есть мы будем придерживаться с вами сейчас того мнения, что у нас с вами на занятиях с дошкольниками есть всего 20 минут. Соответственно, нам хочется, да, все эти 20 минут потратить как можно более продуктивно. То есть в основном, да, естественно, потратить их на то, чтобы именно что-то новое из английского языка для ребенка, да, преподать ему, что-то показать, чтобы что-то они такого очень интересного поделали, и в голове у него отложится какое-то новое слово, новое правило, новая игра какая-то, да, и так далее. Как мы можем все это совместить с развитием логики? И, соответственно, как у нас логика связана с мышлением? Об этом мы сейчас обо всем с вами и поговорим. С рождения у ребенка начинают развиваться все высшие психические процессы. Здесь, посмотрите, и мышление, и память, и воображение, и, конечно же, логика, о которой мы сегодня с вами и говорим. И если не уделять внимания развитию ребенка, то этот процесс будет проходить медленно и неуверенно, а логика, в свою очередь, будет развита на недостаточном уровне. Интересный вопрос пишет Синтима Наталья Викторовна. При обучении английскому развивать надо все, и в языке развиваться в разных аспектах. Вот как найти время на все? Наверное, нужны мультинаправленные упражнения. Вот слово «мультинаправленные», я думаю, к большинству примеров, которые мы сегодня с вами посмотрим, можно применить. Любой иностранный язык – это несколько или очень иная логика построения речи, отражения логики и мышления. Да, действительно. Соответственно, так как у нас логику необходимо развивать, мы с вами на это посмотрели, то когда же ее развивать, возникает вопрос, когда делать основной упор, в какое время развития ребенка. Психологи всего мира говорят о том, что лучшее время для развития логики – это возраст от 4 до 8 лет ребенка. То есть это самое время для того, чтобы делать упор именно на какие-то упражнения с логической, да, вот этой направленностью. Что же такое логика? Соответственно, да, мы знаем, что ее нужно развивать с 4 до 8 лет, вот прямо упорно, делать на это основной упор. Мы знаем, что логика у нас с мышлением неразделима. А вообще, что же такое логика? Логика – это ход рассуждений, умозаключений, разумность, внутренняя закономерность чего-нибудь. Такое определение дается в толковом словаре Ожегова. Для себя, да, для нас мы решим, что логика – это связь и динамика логически правильной мысли, то есть логика мышления. То есть мы сегодня с вами говорим о том, как логически правильно мыслить и как соединить логически правильное мышление с занятиями английским языком. Для того, чтобы нам все ближе приблизиться к детской логике, нужно, наверное, посмотреть на ее основные примеры. Ну вот я взяла таких два, может быть, это самые такие интересные расхожие анекдоты, но тем не менее, да, в них есть действительно детская логика. Когда я поставила тарелки суженым перед пятилетним Антоном и семилетней Алиной, Антон спросил, да, вот описывает мамочка такую ситуацию. «Почему ей всегда достается больше, чем мне?» «Потому что Алина больше, чем ты», – отвечает мама. Антон еще раз внимательно изучил обе тарелки. Если так пойдет, она всегда будет больше, заключила. Да, посмотрите, какая действительно детская, прямая, да, такая логика. Если сестре, которая старше, всегда будут класть так больше еды, то, соответственно, она всегда будет больше, чем младший брат, да. То есть вот он проводит абсолютно такую прямую логику, прямого сравнения, да. Собственно говоря, это то, что мы с вами будем как раз сегодня и рассматривать. Да, вот как же научить их действовать конкретно логически? Или второй пример. Да, вот уже коллеги пишут замечательный пример, мне тоже понравилось. Это только небольшая выборка, вы можете, в принципе, в интернете посмотреть много всяких разных таких, да, иллюстраций, картинок, мамочки рассказывают на различных сайтах. То есть, пожалуйста, таких примеров очень много. Мне понравился еще один рассказ о том, как мама гуляла с трехмесячной дочкой в коляске по парку. И к ней подошла трехлетняя девочка и задала вот такие интересные вопросы. Значит, это ваша дочка? Да. А как ее зовут? Настя. Она может ходить? Нет, она еще слишком маленькая. А ползость? Пока нет. Девочка очень удивилась. А зачем вы тогда ее привезли в парк? Логично, да, то есть ребенок трех лет ассоциирует парк как место развлечений, да. Он там гуляет с родителями, он там что-то, да, делает, прыгает, собирает, может быть, гербарий, да, может быть, просто что-то, да, там, в листьях шебуршится. То есть для него это вот целый такой мир приключений. А тут мама привезла в коляске трехмесячного ребенка, да, который еще ничего не умеет ни по ползе, ни погулять. А зачем тогда ему вообще в парк? Вот посмотрите, прямолинейность, да, такого логического мышления. Уверена, что у вас тоже такие примеры из жизни есть. Буду очень рада их зачитать. Особенно веселые о детской логике. Так что пишите в чат, будем немножечко отвлекаться и от примеров, и от теории, для того, чтобы их посмотреть, почитать. Говоря о развитии логики ребенка, мы не можем не говорить о таком крупном понятии, как мышление. Мышление, как высший психический процесс, естественно, связано с другими познавательными процессами. И особую значимость приобретает связь мышления с логикой, практикой и личностью. У детей дошкольного возраста преобладает нагляднообразное мышление. И, соответственно, такой вид мышления позволяет вовлекать дошкольников в процесс обучения. Благодаря тому, что мы можем задействовать фантазию, воображение, мы можем добиться еще больших успехов в усвоении дошкольникам английского языка, иностранного, в принципе, языка. Активное использование красочных иллюстраций, разнообразного демонстрационного материала во время занятия английским будет способствовать развитию наглядно-образного мышления и, конечно же, лучшему усвоению материала. Давайте посмотрим с вами на некоторые формы работы с дошкольниками, которые направлены на развитие логического мышления. Я еще раз обращаю ваше внимание, что это лишь некоторые формы. То есть их может быть больше. Их деление может быть абсолютно другим. То есть это то, что я выбрала, исходя из, допустим, основных упражнений, которые ребята выполняют на занятиях английскому. И то, что я вам сегодня обязательно покажу на примерах. Посмотрите, среди таких некоторых форм работы с дошкольниками, направленных на развитие логического мышления, мы можем выдавить игры с заданиями. То есть это будут, конечно же, какие-то игры, в которых ребенку придется проявить смекалку. Да, какую-то небольшую логику, что-то где-то разузнать и найти, да, где-то что-то, да, раскопать. Вот, соответственно, такая игра будет способствовать развитию логики. Это пазлы, потому что сложить пазл – это тоже целое дело. То же самое, да, и мозаика. То есть какой-то недостающий кусочек поставить на правильное место. Это тоже целый логический такой процесс. Аппликация. Да, мы, конечно же, можем помочь ребенку ее разрезать, да. Но вот он остается перед выбором, да, как же правильно склеить, куда что нужно поместить. Это для нас, для взрослых, склеить аппликацию, допустим, кошки, да, это очень просто. А ребенку для того, чтобы это сделать, нужно обязательно вспомнить образ кошки, да, вот как где у нее хвостик находится, как у нее лапки находятся и так далее. Поделки – тоже непростая задача, потому что обязательно нужно простроить логический путь того, как мы эту поделку будем выполнять. Может быть, что на ней не хватает, может быть, ее нужно раскрасить, эту поделку. То есть в любом случае у нас какие-то логические операции в голове будут проноситься, да, происходить. Это рисование обязательно, то есть здесь и задание на дорисовывание, и задание на просто раскрашивание, потому что все равно нужно знать, какого цвета тот или иной предмет, или, может быть, животное, или птица. И сказка. Тогда мы без сказок, потому что всегда в сказках есть какой-то смысл скрытый, да, и, соответственно, нужно с ребятами его, например, разгадать. А на каких примерах мы сегодня все будем смотреть? Мы будем смотреть сегодня на примеры из серии «Детский английский» и из серии «Развивашка». Сначала мы посмотрим с вами, что у нас входит в серию «Детский английский» на данный момент. Это курс 12 шагов к английскому языку. У нас сейчас вышли уже пособия для детей 4 лет и 5 лет, готовятся для 6 лет. Смотрите, до 4 лет это у нас пособия, получается, с 1 шага по 4, для 5-летнего ребенка с 5-го шага по 8-й. Ну и, соответственно, с 9-го по 12-й шаги это будут уже для 6-летнего ребенка. Вот Санан Анисов, например, пишет по поводу как раз раскрашивания. Уроки из ОК всегда включают технологию выполнения рисунка, также поделки. Поэтому включение такой деятельности на урок английского языка чрезвычайно важно и служит дополнительным инструментом для обучения иностранному языку. Да, действительно, то есть в любом случае мы не просто так какое-то действие делаем, мы не просто так на уроке ребят просим что-то раскрасить, положить какую-то поделку, выразить аппликацию не для того, чтобы их чем-то занять, просто так, чтобы убить время. Нет, конечно, мы делаем все с определенным смыслом. Продолжение следует... Вы знаете, в принципе, книги, они очень красочные и яркие, и здесь зависит, конечно, во-первых, от того, сколько у вас в группе детей. То есть заниматься с группой я бы не советовала по одной книге, потому что, ну, как-то это совсем неудобно. Вы можете выполнять какие-то подвижные упражнения, игры с карточками, допустим. А читать комикс вы по одной книге в любом случае не сможете. Перкопировать не вариант, потому что все черно-белое, а книги очень цветные. То есть это будет абсолютно некрасиво и ничуть не будет привлекать детей к изучению. Соответственно, лучше, конечно, чтобы у детей были свои книжки. Плюс они из них могут вырезать себе именно иллюстрации, да, выполнять именно свои какие-то определенные, там, допустим, пазлы, да, все-таки собирать один пазл всеми вместе, как-то это не так, наверное, весело. Там есть раздел для учителей. Родители не скажут тогда, что зачем им занятия в группе. Допустим, учитель, потому что это чисто психологическая такая штука. А следующее – это пособия с мобильными приложениями. Смотрите, о детей от трех лет. Здесь у нас тема игрушки. Учимся считать, что говорят животные. Я умею, что говорят птицы. Времена года и цвета. Вот такие у нас замечательные красочные книги. Мы из них тоже примеры посмотрим. И серия «Развивашка» для детей от трех лет. Здесь у нас пять книг. И к ним еще есть прописи для девочек в этой серии. И в этой серии есть прописи для мальчиков и алфавитные карточки. Если вы обратите внимание, в интернет-магазине у нас еще и представлены прописи для девочек и для мальчиков, еще и на русском языке, и алфавитные карточки тоже для изучения, в том числе и русского алфавита. Да, вот видите, даже не все учителя могут научить донести правильную информацию для ребенка, пишет Татьяна Зорина. Вот и с Ильей Михайловичем я тоже не могу не согласиться. Родители, конечно, разные бывают, но того же педагога ничем не заменишь. Итак, пример из первого шага, 12 шагов к английскому языку. Посмотрите, пожалуйста. Я его отнесла к играм с заданиями. В чем здесь состоит задание? Нам нужно поиграть в игру. Play the game. Такие задания по номерам 7 есть в каждом уроке, в курсе. Соответственно, мы должны найти эти карточки сзади, выразить их и с ними поиграть. Посмотрите, я отдельно представила карточки, отдельно поместила маски для игр. То есть у нас есть отдельная постановка театральная, в которой нужно изобразить того или иного персонажа, будучи одетым в маску. Выполнять какие-то определенные действия, говорить определенные слова. Как мы играем с карточками? Вы можете разложить, например, карточки по кабинету, по классу, по комнате. И называя их куда-то класс. Дети должны пройтись, посмотреть, что где лежит, и после этого вы будете их просить. Например, bring me a plane. И ребенок должен вспомнить, где он видел самолет, карточку с самолетом. Дойти до этой карточки, принести эту карточку. Если он принес правильно, вы его хвалите, говорите, что это правильно. Если неправильно, то вы говорите, нет, ошибся. И показываете либо где лежит тайная карточка, либо просите заново сделать этот ход. То есть найти все-таки правильную карточку. Можно с этими карточками играть, переворачивая иллюстрациями вниз, словами вверх. Либо наоборот, вы будете тренировать. Либо чтобы ребенок сам соотнес образ со словом, либо чтобы он сам вспомнил, как этот предмет называется. Я вижу, что здесь обсуждение идет как раз про родителей и педагогов. По-моему, своих детей учить неблагодарное дело. Сколько видел, результативность не та. Да, в принципе, результативность может быть, естественно. Но, как правило, если ребенок входит даже, пускай, к подруге мамы на занятия, скажем, английским языком, результативность будет выше. Следующий пример. Например, у нас с вами. Это игровое задание. Такие тоже они у нас очень часто встречаются в курсе. В данном случае это третий шаг. Посмотрите, зелененькое. Игровое задание, чьи вещи? Попросите детей распутать линии и определить, кому принадлежат потерянные вещи. Повторите с детьми новую фразу. I have. Пусть дети от имени каждого члена семьи назовут свои вещи. I have a doll. I have flowers. I have a car. I have a plane. То есть они могут у вас посмотреть, в чем у нас идет развитие логики. Вверх они соотносят, как правило, вот эта картинка точно будет к этому персонажу, а это точно к этому. Но здесь все очень легко перепутать, потому что, посмотрите, у нас есть самолет, у нас есть машинка, а нам нужно что-то, допустим, отнести к мальчику, а что-то отнести к папе. Нам нужно для этого будет обязательно, обязательно. Либо пальчиком провести, посмотреть, от какой игрушки к какому члену семьи идет ниточка. Либо, как просят психологи чаще всего, да, это и правильно будет с точки зрения здорово-сберегающих технологий, ребенок должен глазками посмотреть по пунктиру и провести от персонажа к вещи, либо наоборот. Это гораздо такое сложнее задание, глазками следить за тем, куда ведет путь, но оно гораздо правильнее. То есть мы таким образом тренируем еще и глаза. И вот такое задание. Здесь у нас присутствует, да, как вспомогательный такой эффект, да, эффект рисования. В чем заключается основное развитие здесь логики, да, и мышления? Мы понимаем, что перед нами изображена тарелка и ложка, да, но вот как мы это все обведем? Нам для этого нужно сначала представить в голове образ ложки, образ тарелки и правильно соединить, да, точки между собой. Возможно, после этого еще и можно раскрасить, да, то есть для этого вспомните, какого цвета обычная ложка, какого цвета у меня, допустим, есть тарелка. Может, она какая-нибудь красивая цветочка и так далее. Пожалуй, все это тоже можно здесь применять и, пожалуй, развитие логики будет происходить абсолютно параллельно вместе с самим занятием английским языком. При этом же мы будем вспоминать, да, что будет у нас с плейд, да, и так далее, что у нас будет с плун. Еще пример тоже у нас здесь и рисование, и игры с заданием мы видим. Нам нужно раскрасить и назвать ребят, главных героев книги, Сандру и Алекса. Нам нужно поиграть в игру в седьмом задании. Посмотрите, да, здесь у нас уже другие карточки, здесь кошка, собачка, мышка и книга. То есть, опять же, вы лечите с ребятами эти картинки сзади пособия, вырезаете их и также с ними не играете. То есть, пожалуйста, простор для творчества. Пазлы, то, о чем я говорила, собрать пазлы, это тоже целое дело. А здесь у нас еще и пазлы все тематические. Например, из 12 шагов английского языка, из первого шага. Пожалуйста, да, Сандра и Алекс оказались у калитки, и, открыв калитку, увидели, что там за калиткой волшебный сад. То есть, вот такой тематический пазл, вы его разрезаете с ребятами и собираете. Тоже развиваете логику. Сказка. Здесь вы можете себе, в принципе, тоже приблизить этот слайд, чтобы было более видно. Что я хотела вам показать. В любой сказке есть моменты, когда нам нужно над чем-то размышлять. Смотрите. Ребята размышляют на тему того, можно ли прятаться в кусте малины. Еще в саду есть густые кусты малины. Вторая часть. Смотрите, голоденькая цифра 2. Эту ягоду дети особенно любят. И каждый говорит. I like raspberries. Я люблю малину. А вот бананы и апельсины не растут, потому что в Англии для них слишком холодный климат. То есть, посмотрите, мы им рассказываем и показываем, да, почему какие-то определенные фрукты есть в данной полосе, а других нет. Потому что холодный климат. Опять же, развитие логики. Чтобы они умели проводить сравнение между какими-то определенными понятиями. Либо. Третий раздел. Однажды утром дети проснулись. Сделали зарядку. Умылись. И перед завтраком, как всегда, пошли играть в саду. Больше всего Санди и Алекс любят играть в прятки. И прятаться в кустах малины. Делать это нужно осторожно. Так как на кустах малины есть колючие шипы. То есть, посмотрите, да. Логика абсолютно здесь прямая, правильная. И дети с ней, да, как описано в сказке, могут справиться. А те дети, которые слушают эту сказку, они про себя, если такого еще, может, не знали, то обязательно ответят. И когда с родителями поедут на дачу, обязательно спросят, где здесь малина и обо что нужно не уколоться. Но с другой точки зрения, да, бывает и малина не очень колючая. И у нас в четвертом разделе как раз написано, что Сандра вдруг заметила, что шипы на кустах малины не колючие. И можно смело залезть в самую гущу, да. А ребенок у нас при этом помнит, да, что все-таки малина-то она кусается, она колется. Но вот бывает, да, такое у нас же сказка. Мы говорим о том, что у нас все происходит в сказке. Именно поэтому малина у нас росла у самого забора. А когда девочка раздвинула кусты и увидела в заборе сада маленькую калитку, да, подошла к калитке, медленно со скрипом открылась калитка, и перед девочкой появился волшебный сад. Вот, пожалуйста, то есть вот в сказке бывает все, в сказке чудеса случаются. Пойдем дальше. Пример из пособия, стихии, загадки о животных. То, что я вам говорила, аппликация. Смотрите, очень важно, да, научить ребенка не только это все разрезать, не только вспомнить слово, которое вы с ним выучили, что это a cat, но и обязательно, да, соотнести в аппликации, посмотрите все на нужные места. Более того, если кошечку мы еще соберем легко, то у нас есть клубки, да, с пряжей. Все они разного цвета, мы можем и по цвету посмотреть, как подобрать. Можем по размеру померить, да, какой клубочек где должен быть. И уже после этого вы наклеиваете, и получается у вас такая красивая аппликация. Еще пример пазла. Этот пазл из стихии, загадки о птицах. Тоже, да, мы их разрезаем. Здесь у нас он тематически тоже, да, все птицы вместе встретились. И вот получился такой красивый пазл. Ребята тоже собирают, вспоминают при этом название всех птиц на английском. И, соответственно, относительно этого пазла собирают. Игры с заданиями. Здесь немножечко другая игра полагается. Хотя, в принципе, вы можете, исходя из своей фантазии и опыта, проводить какие-то уже, да, определенные свои игры с заданиями. Ну, например, предполагает нам книга то, что мы можем разрезать картинки, карточки, разрезать слова, которые нам даны под карточками. Посмотрите, duck, chicken, peacock, swan и так далее, да. Мы их разрезаем и предлагаем ребенку, например, одну картинку, скажем, не знаю, гуся, да. И к ней вниз мы даем на выбор два слова ребенку. Допустим, мы кладем слово goose и слово crow. И там, и там есть буква o. Слова приблизительно по длине одинаковые. Ребенку нужно вспомнить. Он нас еще не умеет читать, да. Ребенок еще маленький. А нам нужно вспомнить, как это слово выглядело. И по образу слова логически уже домыслить, какое из слов быть тем самым правильным, да, именно подписью к нужной картинке. Нашли подпись в картинке. Замечательно. Переходим к следующей, да. Выбираем данную курочку и к ней уже, соответственно, тоже какие-то подписьки. То есть главное максимально подбирать близкие, похожие слова по одинаковые, по длине приблизительно. Да, не обязательно по количеству букв одинаковые, но приблизительно одинаковые. Может быть, какой-то повторяющийся в них звук может быть. И там, и там такой звук. Соответственно, мы детей таким образом пытаемся как бы сбить с толку, но, как правило, это бывает лишним их не собьешь с толку, если они слова уже запомнили, а тем более, если им понравилась картинка. Если он ошибается, как исправить его? Вы можете ему показать, вы можете ему сначала сказать, что ты ошибся, да, и попросить его посмотреть. А проверь-то себя. Он сам открывает нужный разворот, там, где он проходил именно прогуся, они элементарно это сделают, все они прекрасно запоминают. И он смотрит, соответственно, какое слово на карточках, те, что вы ему предложили, допустим, у вас был goose и crow, он смотрит, какое из двух слов подходит под то слово, которое написано на развороте, которое он выполнял. То есть где он уже это слово пальчиком прописывал, где он уже раскрашивал, допустим, гуся, где он уже делал какое-то задание с гусем, да, то есть он уже, в принципе, сразу вспомнит, что гус, это вот именно вот эти буквы рядом написанные, относилось именно к гусю. И выберет правильную подпись. Таким образом, вы его и не отругаете ни в коем случае, и он не обидится, он сам исправит свою ошибку. Да. Спрашивайте, с удовольствием отвечу. Хороший из комментариев. Соглашаются с тем, что Илья Михайлович написал, что детей, свои детей учить дело неблагодарное, и коллега пишет, что поэтому дочка входит в класс углубленным английским, а со мной учить не желает. Честно говоря, я не знаю, но, наверное, своих действительно детей учить – это самое тяжелое дело, потому что хочется все время, чтобы он был самым умным и был, я не знаю, знал больше всего, а не всегда это можно вот так легко сделать, потому что он относится к педагогу как к родителю, как к маме или к папе, и уже обучение у него происходит не так, как если бы был урок преподаватель. Итак, пример с поделками. Мы с вами уже с этим сталкивались, я говорила, комментировала, но тем не менее, посмотрите, здесь мы делаем павлина. Задание такое непростое, посмотрите, игрушка такая вроде, да, кажется очень такая сложная, но у нас к этому всему есть уже выкройка, да, на страничке 29, она нас там ждет в книжке. Вы, ребенка, показываете, как по выкройке сделать поделку. Как вы думаете, в следующий раз, когда он увидит уже такое задание, допустим, в другой книжке, он сможет уже сам по выкройке сделать поделку. Если вы ему подробно объясните, что вот смотри, есть выкройка, можно взять ножницы, вот здесь разрезать, а дальше посмотри. Здесь сделать надрез, одно с другим соединить, у нас получилась птичка. Да, вот Татьяна Дужина пишет, конечно. То есть для этого у нас такие задания здесь и делаются, для того, чтобы когда ребенок столкнулся с этим в другой раз, он был настолько развит, что он прекрасно с этим мог справиться. И заметьте, параллельно вы повторяете слово, которое вы выучили, да, как будет повлить, соответственно, на английском. Либо такое может быть задание, тоже здесь у нас сразу идет, и повторение того, что мяч – это боу, и, конечно же, идет развитие ребенка. Посмотрите, нам нужно опять потренировать глазки. Ну, в крайнем случае, вы можете пальчиком попросить ребенка провести, но бывает такое, не получается у ребенка, да, соскакивает. Зрением, а только одним зрением, да, глазами не получается дойти до нужной точки. Хорошо, тогда вы можете попросить его пальчиком провести. И он смотрит, какой же мяч, они все для него боу, он выучил одно слово, да, а какой же мяч будет для какой игры. Он понимает, что здесь изображены ворота футбольные, а здесь вот кольцо, в которое нужно мячиком закидывать, а здесь сетка, да, и, соответственно, вы можете с ним еще и заодно показать ему, что названия этих игр, они совпадают на русском и на английском языке, да, у нас есть волейбол, футбол, да, баскетбол, единственное, что вы ему сразу же покажете, да, что такое баскет, да, что вот она, эта корзинка, в которую мячик закидывается, и мячик-то выглядит по-другому, да, но заметь, что он всегда остается с одним и тем же названием, он всегда будет боу, да, то, соответственно, вот вы можете таким образом абсолютно ненавязчиво и ребенка развить, и слово повторить, да еще и до этого там получается, у нас в стихах и загарках же есть стихотворение на левой части, да, страничке, а на правой части загадка к этому стихотворению. То есть, посмотрите, ну здесь не запомнить слово просто невозможно. Такого плана тренировочный материал здесь тоже идет на соотнесение образа слова. Посмотрите, мы, ребят, просим, допустим, перед тем, как мы дошли до задания с карточками, вот то, что я чуть раньше показывала, да, где мы про гуся пример с вами выбрали, вы выполняете с ребенком данное задание тренировочное, да, соедини картинку со словом, то есть вы его еще готовите к этому. В той игре с карточками. Вы просите, за вас уже соединили кошечку с словом cat, вам остаются все остальные, да, животные. Вы можете, конечно же, воспользоваться подсказкой, то есть заглянуть на нужный разворот с нужным стихотворением. Это если вы в крайнем случае, это равно не как у вас вспоминается слово. А если вы прекрасно помните стихотворение, стихотворение там легко запоминается, они очень сюжетные, очень веселые, картинки здоровские. То есть ребенок может либо вспомнить само стихотворение, и, соответственно, последнее слово в нем, которое было, да, на английском языке, тогда вы можете с ним попробовать по написанию, да, найти это слово среди перечисленных. Если так не получается, то вы сравниваете образ слова с тем, что там было написано в самом стихотворении. И, соответственно, соединяете слово и картинку. Нет, автор книги «Стихи и загадки» Юлия Геннадьевна Курбанова. Можете посмотреть в интернет-магазине, я дам ссылку на последнем слайде обязательно. Вот Илья Михайлович уже ссылку дал на интернет-магазин, так что заходите, смотрите, там все это есть. В магазине с утра все было в наличии. Пример из книги «Что говорят животные» с мобильными приложениями. Здесь мы с вами видим, у нас есть и рисование, и тактильное восприятие. И мы учимся не просто слово «кошка». Посмотрите, у нас все здесь в контексте. Во-первых, кошка играет с клубочками, она там прыгает за бабочкой, она что-то при этом, соответственно, говорит. Мы учим ребенка, как говорит кошка, как сказать, что это кошка. Смотрите, здесь уже идут целые такие предложения. Для ребенка 3-4 лет это большое дело выучить вот такие вот вещи. Он их будет знать абсолютно интуитивно. Для него это не составит никаких проблем. При этом вы обязательно пальчиком обводите слово «кэт». Вы выбираете, а где же из четырех животных наверху, которые нарисованы, а где же здесь «кэт»? Покажи ее, да? И, конечно же, последним заданием будет творческое задание, когда вы эту кошечку обязательно раскрашиваете. Вы вспоминаете, может быть, какого цвета кошка, не знаю, у вас дома. Может быть, вы ту кошку, которая слева изображена, раскрасите. То есть в любом случае кто-то из детей будет полосочки на кошке рисовать и так далее. Здесь уже, пожалуйста, творчество, логика. Главное, видео-люмининг сделать. Либо, да, такое задание, оно немножечко усложнено. Здесь не совсем так, как у нас до этого было. Вроде бы тоже нужно соотносить образ слова с картинкой. Но у нас здесь, посмотрите, нужно и образ слова с картинкой соотнести, и затем еще эту картинку соотнести с тем звуком, который это животное воспроизводит. То есть кошку, именно смию и так далее. Смотрите, немножечко усложняется, но для ребенка это, в принципе, не составит проблем. К тому же можно всегда посмотреть на развороте, который вы проходили. Там будет и слово «кошка» в предложении, и тот звук, который она издает. Использование заглавных букв в словах, да, это возраст детей, потому что дети еще у нас в любом случае не читают. То есть они у нас воспринимают только одинаковые крупные буквы, чтобы не вводить их в заблуждение, что есть еще какие-то другие буквы, потому что они еще не учили у нас алфавит. С мобильными приложениями. Это для планшетов. Вы можете мобильные приложения скачать и на смартфон, и на планшет. Оно и там, и там будет сработано. Все мобильные... Я скажу, где искать мобильные приложения, потому что пока что я действительно показываю только книжки, и не совсем понятно, где искать мобильные приложения. Все покажу и расскажу. Следующий пример. Посмотрите, здесь у нас как развивается логика. Ребята у нас соединяют сначала времена года с картинками. Это у нас книга Seasons. Они не просто так соединяют. Им нужно угадать, какое время года где нарисовано, чтобы потом правильно дораскрасить картинку. Мы говорили о том, что у нас не только рисование, но и дорисовки, обвозки по точкам и так далее. То есть все такие задания будут способствовать развитию логики ребенка, логики и мышления. Посмотрите, например. Winter за нас уже соединили. Нам нужно, например, соединить осень. Autumn. Ребенок соединил у вас в autumn и картинку верхнюю, левую, где ребята стоят с собачкой на фоне красивого осеннего пейзажа. Но у нас там не все раскрашено. У нас там есть целых два дерева, которые белые. Нам нужно их раскрасить в правильный цвет. Соответственно, в такой, допустим, плотистый осень. Может быть, какие-то деревья еще немножечко чуть-чуть зеленые, золотые. В любом случае у нас есть такое задание. И ребята уже, потому как они знают, что такое autumn, что это осень, они проводят логику между тем, что они видят за окном, да, каждую осень. И, соответственно, то, что они проходили, раскрашивать правильный цвет и картинку. Ну, с планшетом, да, с группой у вас работать не получится. Я сразу просто на вопрос отвечу. Вы можете на задание с мобильными приложениями уже дома детям задавать тем, кто, соответственно, дома у родителей может попросить планшет, у кого может быть родитель только за то, чтобы с ребенком дома еще что-то повторить. Часто встречаются родители, которые спрашивают, а дома нам что поделать? А вы уже с ребенком, с группой детей, да, вы уже этот разворот необходимый прошли. Слово выучили, задание выполнили. Я не знаю, допустим, поделку даже, может, успели сделать, да, но вот вам нечего задать. Вы можете им сказать, конечно же, есть. Вы можете зайти в мобильное приложение, оно абсолютно бесплатное, ну, как своеобразное домашнее задание, скорее, для родителей, которые хотят, чтобы детки дом что-то поделали. А такие родители, как правило, есть всегда. Согласитесь. Соответственно, вы можете там уже, пожалуйста, ситуационно, да, родители с детьми сами в планшете все найдут, все скачают, все везде правильно кликнуто, а ребенок еще и мама с папой английскими научат. Да, как раз вот то, о чем я говорила, по-настоящему не обогнала говорить. Выбор критерий классификации – это инструмент для логического анализа информации и развития логического мышления. Да, то есть они у нас в голове уже прорисовывают какой-то определенный, да, сценарий развития зимой, да, когда все белое, осенью, когда у нас все желтенькое и так далее. Соответственно, для них соотнести слово с картинкой и дальше дораскрасить – это чисто логическое действие. То есть не составит особого затруднения, а мы и слова выучили необходимые, и правильно развитие у нас происходит. Все здесь присутствует. Пример из пособия развивашка, из курса развивашка, да, у нас там даже в нескольких, да, у нас серия развивашка, книга птицы. Что нужно сделать в данном задании? У нас в словах не хватает букв, и нужно вырезать, приклеить пропущенные буквы. 20 минут. Не более 20 минут по санкингу у малышей. Соответственно, да, мы видим, у нас есть слово «курочка», оно у нас там, да, нарисовано слева, да, но не хватает в ней буквы. Нам нужно вспомнить, как оно писалось. Что мы сделаем? Мы заглянем обязательно в нужный нам разворот, найдем это слово, посмотрим, какая же там была третья буква, сравним эту третью букву с предложенными внизу для разрезания, да, найдем именно ее, аккуратненько вырежем с помощью взрослых или сами, да, здесь зависит от возраста детей, хотя сейчас, да, у нас для малышей есть специальные такие пластмассовые ножнички, да, они ими учатся пользоваться. То есть, пожалуйста, здесь уже зависит от подготовки ребенка. Либо вы помогаете, либо они сами. Вырезаем букву и приклеиваем ее на нужное место. Вот, пожалуйста, и дети заняты, и мы слова тем самым с вами повторяем. Да еще и, посмотрите, уже такое небольшое подползновение в карфографии английского языка делаем. Прям маленькое-маленькое, но образ буквы они уже запомнили. Я говорила о мозаиках. Вот такой пример мозаики, например, есть в каждой книге серии «Развивашка». Вот в «Птицах», например, одно из заданий «Побери подходящие фрагменты рисунка». У нас здесь ребенок кормит, мальчик кормит голубя, да, и нам нужно поставить пять фрагментов на необходимые для того места на картинке, да. Они у нас выделены беленьким, абсолютно ничего у нас, да, непрозрачное, все. И так понятно, да, куда нужно вставить, но тем не менее. Картинки будут немножко там усложняться от урока к уроку. Ибо задание на то, чтобы раскрасить, да. Да, мы узнаем, что голуби бывают у нас и белые, как на картинке, например, выше, где мальчик голубя кормит. Голуби бывают у нас такого, да, синего какого-то цвета. То есть это уже зависит от того, как ребенок себе представляет голубя, как он его раскрасит, как он сделает небо, да. Но тем не менее художники уже немножечко ему помогли, они дали небольшие штрихи, благодаря которым можно уже, да, не сильно ошибиться, а вот раскрасить приблизительно в нужных тонах. Да, у вас коллеги уже подсказывают по времени и длительности. Более взрослые, конечно, не устанут, но четырехлетки 20 минут, а дальше в любом случае у детей, да и в принципе у взрослых, тоже момент восприятия информации, даже если информация очень интересная. Даже мы с вами, идет у нас сейчас самый вебинар, то, что говорилось первые там 3-4 слайда, да, оно воспринималось гораздо легче, потому что у нас внимание было сосредоточено лучше, концентрация внимания была выше. От слайда к слайду, от того, что я рассказываю, я прекрасно знаю, что внимание, оно уже концентрируется хуже, да, оно более рассеянное, и, соответственно, мы уже не так хорошо все воспринимаем информацию. Соответственно, представьте себе ребенка 3-4-5 даже лет, который на занятии первые вот 5-7 минут он воспринимает, ну, просто все. Соответственно, у нас на первых 5-7 минутах и происходит подача нового материала, да, мы с ним, допустим, читаем новое стихотворение, либо обводим новое слово, пальчиком проводим, слушаем это слово, как оно воспроизводится на аудио и так далее. То есть то, что нам нужно прям обязательно, чтобы ребенка это отпечаталось, мы делаем первые минус 5-7. А дальше, да, мы можем привлечь его внимание на эти 20 минут только, как распишет Александр Бережная, методом чередования видов деятельности, что, собственно говоря, мы с вами и делаем. Сначала посмотрели саму теорию, и минус 7 мы были очень в ней, да, втянуты. Однако, когда мы уже дошли до примеров детской логики, когда я попросила написать, неужели же ни у кого нету примеров детской логики в чате, так ни одного примера и нет, я это просто не принесла к тому, что вы уже подзабыли, что у вас было рассеянное внимание, и написать вам, допустим, было лень, а может быть, не о чем. То же самое и с детьми. Дальше, если мы чередуем виды деятельности, мы то разрезали, то мы что-то почитали, что-то раскрасили, они и не устанут за 20 минут, что были нам выделены на занятия. Ну вот, мы будем очень рады, я в чате прочитала комментарии Маргариты, мы рады, если вы на форуме www.increptics.ru поделитесь с нами тем, как у вас получают такие занятия, особенно это очень интересно послушать от педагога, который вот еще в это не совсем до конца верит, да, что это возможно, но хочет обязательно попробовать. Это будет читать, мы будем читать это с большим-большим удовольствием. Посмотрим, например, из развивашки птицы. Здесь у нас в верхнем задании наверху нужно найти двух одинаковых гусей, да, чистое задание на логику, но при этом они повторяют слово гус, которое они выучили. А внизу мы помогаем художнику докрасить картинку, да, такой замечательный мальчик стоит и гусь. Мальчик маленький, да, все ребята себя как раз тоже ассоциируют с очень маленькими, потому что ну как так, я же маленький, мне там 3-4 года, а гусь-то, конечно, больше меня, и вот они его будут с удовольствием раскрашивать. Художники нам немножко помогли, показали, где будет, да, у него оранжевый, да, нос, где будет серенькое, где светло-серенький и так далее. Нам остается только все это дораскрасить. Вы можете, в принципе, и совмещать. Если у вас на всех куплены то другое пособие на всех детей, то здесь уже зависит от того, как вам будет с этим совсем удобно. Слова вы, главное, помните про то, что слова, да, вот пишите слов много, слова вы учите от гому, то есть у вас на одном занятии будет одно, на другом занятии у вас, может быть, будет повторение этого слова, да, ваши пособия, в принципе, их много, да, у нас по 10 слов в каждом пособии. Вот посчитайте, сколько вы таких занятий сможете провести. Вы можете на одном занятии успеть, например, только поделку с ними сделать и слово повторить, на другом занятии вы будете выполнять какое-то логическое татаро. Где-то вы будете что-то еще слушать и пальчиком прописывать, где-то вы будете с карточками целый урок играть. То есть, смотрите, у вас элемент повторения в любом случае будет. Я планирую использовать как индивидуальное занятие для 2-3 классов на уроке или дома, в зависимости от вкиваемых случаях, с фамилией. Вот вам завтра, прямо именно, Сервушкина, вам прям завтра на вебинар, Гея Михайловича обязательно надо, он будет про это, про все как раз рассказывать, и в том числе и про мили там будет, и про то, как использовать на и в индивидуальных, и во внеурочных занятиях пособия, все о которых я говорю сегодня тоже. То есть, представьте, я вам сегодня это рассказываю, все как для дошкольников, а Игорь Михайлович будет уже вам рассказывать как для первоклассников, в которых часы на внеурочную деятельность. Так что приходите, послушайте, будет очень интересно. Еще пример на аппликацию, но мы уже не будем на нем особо заострять внимание. Мы видим, что здесь, в принципе, то же самое, что мы видели с кошечкой, но здесь у нас уже нишка, другое абсолютно животное, по-другому все складывается, но тем не менее, главное здесь разрезать и на правильные места поместить, и обязательно повторить пройденное слово. Такая страничка из развивашки игрушка. Маги поезда приехать на вокзал. У нас здесь железная дорога, много-много раз переплетается, и в какой-то момент она все-таки приводит поезд на вокзал. Пожалуйста, вы можете опять же либо пальчиком, либо, как советуют психологи, глазками довести поезд до вокзала, и мы доходим до самого интересного, нам нужно подумать, что же скрывается по знаком вопроса, и нарисовать это. То есть у нас мальчик что-то там делает, у него там игрушка, да, мы должны обязательно рассмотреть, на чем же он там таком, да, вот играет. Оказывается, у него там целое такое игровое поле, на котором есть, смотрите, железная дорога. А раз там есть железная дорога, да, мы проводим логическую цепочку. Скорее всего, там будет тот самый поезд, который у нас наверху на картинке нарисован. Ребятам остается только, ну, по-своему уже, да, как они себе видят, конечно же, поезд, этот поезд изобразить. Вот, пожалуйста, вам и развитие логики. Примеры из развивашки животных. Здесь мы ищем, да, до этого мы искали двух одинаковых гусей, здесь мы ищем двух одинаковых лисичек. То есть это очень обязательно повторять такие задания на именно развитие мышления, логики мышления, да, ребенка. И после этого мы, опять же, занимаемся тем, что соединяем точки и раскрашиваем, да, у нас лисичка сейчас вся-вся белая, да, нам нужно ее раскрасить, да, представить, какая она у нас будет зимой, ну, и, соответственно, уже с ребятами все это дело обсудить. И обязательно повторить слово FOX. Задание тоже на то, что нам нужно пофантазировать и подумать, да, нам нужно восстановить рисунок, соединить точки. Присмотритесь, пожалуйста, да, у нас у коровы не до конца все нарисовано, у лисы хвостик там не до конца нарисован, у собачки хвостик не до конца нарисован, да. Мы с ребятами на все на это внимательно обращаем внимание. Все первое занятие у нас посвящено, собственно говоря, этому развороту. Потом мы очень-очень сильно внимательно обсуждаем, а что же вообще здесь изображено? Это кто, да? Ах, это животные, да? А тогда кто же может скрываться под знаками вопросов? И ребята уже включают фантазию и логику, да, потому что раз здесь одни животные, значит, там и скрываются тоже какие-то животные. И ребята дорисовывают, что же там такое может быть. Опять же, здесь у нас, может быть, у каждого ребенка свой вариант. Они с удовольствием с вами пообсуждают, с удовольствием поясуют и все это раскрасят, да, и, пожалуйста, у вас вот такое будет замечательное водное занятие. Такой же пример из жителей подводного мира «Развивашка». Восстанови рисунок, то есть мы соединяем по точкам, да раскрашиваем обязательно, да, то есть рисунок должен выглядеть прям как будто ничего у нас не было беленького на нем. А после этого мы обязательно работаем с вопросительными знаками. Как ты думаешь, кто скрывается под знаками вопроса? Нарисуй. То есть вот ребята думают, да, ах, здесь наоборот все под водой, то есть кошку здесь уже не нарисуешь, да? Что же здесь? И вот у них есть подсказка небольшая. В правом вопросительном знаке там выглядывают так вот немножечко, если присмотреться, морская звезда, если им, да, может быть, поможет это чем-то. А вот справа, вот в кружочке под китом, там ничего, ни подсказка, никакой вообще подсказки нет, да? Мы должны сами там придумать, что же там такое будет. Один скажет, что там рыбка, другой скажет, что там ракушка. Смотрите, еще что-нибудь вспомните. Примеры из прописи для девочек. В чем показывают, потому что в прописях у нас не только прописи, и прописи-то не простые, прописи у нас с прозрачными страницами. Напоминаю, что такие прописи у нас есть для девочек, для мальчиков на английском, есть такие же прописи на русском языке, тоже для девочек и для мальчиков. Слова просто, соответственно, подобраны, да? Если у нас для девочек будет принцесса, то для мальчиков у нас будет там король, принц. Что же у нас происходит? У нас верхняя страничка, посмотрите, она немножечко бледнее у меня на слайде, да? Она накладывается на более яркую страницу, и, соответственно, дети, да, как по прозрачной бумаге, да, все это прописывают в буковке, накладывая одно на другое. После этого они переходят к тому, что они могут раскрасить. Они раскрасят чайничек, раскрашивают солнышко, да, и уже смотрят. То есть здесь, пожалуйста, все из жизни. Чайник они раскрасят, так они у себя опять вставляют. Солнце у них будет ярко-желтое, да? Смотрите, мы вроде бы прописи поработали, прописывали, да, руку в письмо подготовили. К школе, да, уже, так сказать, тренируемся. И мелкую моторику опять же развиваем. И в то же время мы немножечко, да, логически помыслили, да, вот какой же чайник, как же вот он может выглядеть, да, вот солнышко и так далее. Вот видите, да, коллега пишет. Работа в детском саду, подобные задания выполняем с детьми. Но приходится все само и делать, а тут уже все готовое. Очень здорово. Да, все готовое, все задания в таком количестве, что, мне кажется, здесь просто можно образвивать ребенка. В том числе, да, его, как и на данном слайде, приготовить чай рукописи. Где можно посмотреть еще, да, примеры. То, что я показала, конечно же, не все. Это брошюра, английский язык для дошкольников. Брошюра есть на форуме EnglishCity.ru, либо вы можете ее потом, когда скачаете презентацию, перейти по ссылке, если так сразу не найдете. В ней есть и примеры, и тоже очень всего много. Можно что-то даже на пробу распечатать, да, и попробовать пособирать, может быть, со своим ребенком. А сразу отвечу на часто задаваемые вопросы, что-то уже даже немножечко было в чате. Есть ли книга для воспитателя, учителя или родителя к пособиям для дошкольников? Да, такие книги есть. В каждом пособии из курса «12 шагов к английскому языку» есть книга для воспитателей или родителей. Мы эту книгу двигали с вами. А в пособиях «Стихи и загадки» и пособиях с мобильным приложением есть подробные методические рекомендации. Вот так выглядят подробные методические рекомендации. Такие рекомендации есть и в развивашках. В каждой, как с этим совсем работать, обязательно целая страница первая, всегда будет посвящена тому, как работать с данной книгой. Что зачем, как лучше дать. А дальше уже, конечно, это ваша фантазия и ваш опыт в преподавании. И, пожалуйста, «12 шагов к английскому языку» из курса «Так выглядит книга для воспитателей и родителей». То есть здесь все полностью подробно написано. И материал изложен таким образом, что он и для воспитателей будет полезен, потому что здесь отдельно лексика выписаны, отдельно какие-то структуры языковые. И для родителей, которым в основном понадобится только перечень слов и дальше, что делать с каждым упражнением. То есть, опять же, вы можете подойти к этому, с той стороны, с которой вам нужно. Если аудио, да, аудио есть. В каждом пособии курса «12 шагов к английскому языку» вложен диск. Диск сразу идет к книге. А к пособиям Виргенальны Курбановы и Алексея Васильевича Конобеева есть QR-коды, по которым доступны аудиофайлы. Где скачать мобильные приложения? Был такой вопрос у нас в чате. Их можно скачать по QR-коду, который находится на обороте пособия. Или можно задать поиск в магазине вашего мобильного устройства. Заходите, там уже вводите то, что вы хотите найти. Где можно купить? В принципе, на ссылке уже были и в чате. И я тоже даю, что ссылку можно купить и в книжных магазинах вашего города, или через интернет-магазин издательства. Адрес на слайде. Что выгодно отличает ваши пособия от других? Качественные, подробные, добрые рисунки. Сейчас у многих пособиях такие рисунки, что здесь мне не нравятся, потому что некрасивые, пишет Мика. Да, и цены вот совсем не кусаются. Да, ну, я уверена, что, в принципе, найти их можно во многих местах, там, где вам удобно. В любом случае, они везде доступны. Коллеги, есть ли ко мне еще какие-то вопросы? У меня на этом все. Тем, чем могла с вами победить. К сожалению, вы мне не написали ни одной веселой истории из разряда детская логика. Вот, жаль. Я буду надеяться, что, может быть, вы на форуме English Teachers где-нибудь там поделитесь с нами такой веселой историей из вашего опыта преподавания детям. Мы с удовольствием почитаем и посмеемся. Коллеги, спасибо вам большое. Сейчас мы в чате выложим код для генерации сертификата. Обратите внимание на слайд, как получить сертификат. И помните, что сертификат можно сгенерировать в течение трех часов, с момента окончания вебинара. Код для сертификата у вас в чате. Спасибо большое, коллеги. Здесь и готовые игры. Кубики, вырезалочки. Коллеги, прокрою завесу тайны, такое будет. Да, детская логика – очень интересная вещь. Коллеги, спасибо большое. Буду с вами прощаться. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...